короче надо будет обсуждать реально хайпить кайфовать ой модов которые я использую в 123 а я думал 124 да блять это будем медлить и я хочу дать вам знать если вам понравится это видео то советую глянуть два моих предыдущих и начнем мы сегодня со сделала дополняющих хотя если вы не считает ему то я бы назвал его сделан шаблонов ведь версию 120 нам в игру были добавлены различные шаблоны для бани но вот у них есть некоторые недочеты и первый заключается в том что смотря на предмет не наводясь на него вы не можете понять что за шаблон наложен на баню фарсовляет это дело мод айма это им item fix благодаря которым вы спокойно можете излечать какой же шаблон находится на бане ну ладно ну а вот тут и описание в одну две ты черт побери строчки на мой взгляд это эстетическая беда но мод better it in tooltips закачает вот это непотребство в одну строчку и вы наверняка скажете но она же длинная ну в случае с некоторыми шаблонами да а так сопротивление отбрасыванию бывает куда длиннее и если я говорю о шаблонах то хотел бы рассказать вам о моде что к сожалению не вошел в мой обзор из-за того что воспользоваться им я не могу так стоп что значит не можешь воспользоваться а все очень просто играю я в основном на май шилде и поставить ёбаный рот блять вы кого мне блять подкинули нахуй блять вы мне чё нахуй сразу не предупредили ебать ты в рот блять пиздак я постараюсь просто сделать вид что я этого не слышал сюда мод я не могу ведь или the times добавляет возможность накидывать шаблоны на элита не хватает ванили но видимо из-за различных плачей это и не было добавлено в игру а вот завершить данное сделай я хочу модом legendary tooltips что на мой взгляд немного выбивается из стиля игры но зато создает очень красивое обрамление и визуал предмету а вообще как будто и неплохо мне вот безумно понравилось подстаивание цвета рамки в зависимости от цвета название предмета но также как он с момент того что к этому моду существует дополнительный ресурс паки что создают новые объявления для определенных предмет нихуя а еще советую посмотреть профиль автора ведь у него есть немало годных модов с которыми я не играю но они могут понравиться например вам а теперь начинается сделал визуальных дополнений и сразу же хочу залететь с ульты поклук гуднау это безумно красивый туман просто согните как все выглядит с ним и как выглядит без него мне нравится без но я уже просто привыкли и я его просто отключаю нахуй и все пока блять и как раз из-за этого мода я очень сильно порадовать без шейдер потому что ванила становится очень красивой но хочу немного поевать обзор потому что моды из этого и следующего раздела стали для меня неотъемлемо важными ведь кто бы мог подумать что за год с момента выхода моего первого обзора появится так много интересных модов о которых вы дальше узнаете партик лэйн вот вы наверно играете с отключенной погодой и правильно делаете дождь в майнкарте выглядит заебал и фпс и да и на стриме лагает короче самая большая проблема дождя то что настолько ребит на экране то что кодировщик не понимает блять что ему показывать нахуй и из-за этого рассыпается вся карта этот мод изменяет его он становится более красивым а что самое главное незаметным кстати причина по которой я включил этот мод в обзоре заключается в том что он создают разнообразную погоду в каждом биоме который мне очень сильно нравится но снег я бы наоборот бы хотел чтобы прям побольше самое крутое у нас идет далее ведь следующие шесть модов добавляют очень красивые пальцы клэй explosion и час мент улучшает визуал взрыв как как будто нему ванкрафтовски а как будто по майнкрафтовски но выглядит прикольно реально его пойти калмов добавляет цвет очков возле источников света но это конечно на любителя вот мой толпо стеклс улучшает визуаль не а вот это это позор избиваемого тотема смуж вот именно вот это крутящаяся хуйня все остальное прикольно войти калз добавляет пастиклы при установке блока причем у некоторых особенные вейкс я бы со слизней прикольно все все остальное добавляет очень я вот это видео это реально воды когда вы в ней приплываете апеллин клявы добавляет падающие листья что мне очень безумно нравится и у всех этих модов есть свои настойки например у векса можно изменить разрешение текстуру воды а также и кучу всего по мелочи поэтому я бы не хотел углубляться в эти дебрит так что изучайте и настаивайте все сами под себя также и такие суки визуальных модов вам может подойти а добавите но его я не включил в обзор ведь он и так весьма известный точно так же как и эффектов которого возможно не нашли на 120 ведь на мод скорее всего забил авто а вот его портированная версия часто крашится и весьма логучая но если он вам вдруг нужен то ссылку на него я оставлю в описании вектор intention весьма простой визуальный мод ведь он просто будет вытягивать летящие блоки в том направлении в котором они будут лететь но это слишком редко на выглядит прикольно но это слишком ситуативно это тнт пушки там вот бим возможно для кого-то это будет а у меня такой был у меня нет никаких проблем если я не играю какие-то мини игры потому что он будет создавать луч что подсвечивает предмет причем цвет подсветки будет зависеть от их ценности либо от вашего конфига а вот себе же я сделал такие настойки отключил подсветку всех предметов и сделаю только для редких и брони да также и потратил 20 минут на то чтобы прописать кастомную подсветку для на заитовых предметов и всех видов шалкеров к слову я оставлю в описании это прикольно я бы не особо сильно хотел уделять этому моду место в обзоре ведь использую только одну его фишку и связано нас солнцем наводитесь она становится больше они бы более синим а но как бы драки это прикольно если вы играете в бедрок версию то благодаря этому моду вы сможете сделать такие же фишки как крутящий сифон во всех менюшках своего персонажа в левом верхнем там же сможете расположить координаты развенутые по знаете чем не иногда не хватает почему вот этого куклы вот когда я жесткой рп шу и на шифте стою еще там что-то прыгаю что-то эмоцию прокидываю я не всегда хочу показывать своего персонажа просто чтобы люди понимали я сейчас танцую но при этом ну как бы не видно что предметов анимация подъема и выкидывание предметов а также и многое другое лично мне такой стиль не нравится но фишка солнцем очень крутая точно также крутая как и раздел связанные с изменением или добавлением различных меню назвала его менюшном и первый мод в нем это рекурсив ресурсов что позволяет создавать папки для текстур паков и это будет удобно играть к различных серверов по типу спек здесь много рублей на набор определенных группировок не ночью до рядов а также и ваши собственные например я отделил серверные наборы от своих личных и нажатием всего лишь на одну кнопку это круто все пойдет на кризис текстур пак был подсвечен кастом то вы не увидите оповещение о том что они на ту версию что очень удобно а создаются такие папки очень просто заходим в основную папку и создаем там много даже да и закидываем все нужные тексту не хуйню а также у мода есть очень удобная кнопка поиска ваших пакетов ресурсов но нельзя найти то чего нет ведь есть и скачивать текстур паки бывает иногда одну меня жопа с помощью выходит мод ресурсе фай что позволяет прямо в игре скачивать текстуру паки с модынта а также и шейды но наверно это прикольная теряется по кнопке в каждом из разделов а также вы сможете поверить наличие обновления у каждого из ваших наборов но тут важно учесть что все текстур паки или шейды будут искаться под вашу текущую версию кубов и иногда в отделе фильтров нужно будет выбрать версии помладше кстати с текстур паками на этом не закончена так что вновь повета с пачником а также и людям которые любят играть с наборами где есть различные шапки и прочие предметы ведь и пенейс позволяет вам прямо и знаковальней узнать как можно петь именовать предмет то как он будет выглядеть в любой из рук а также и пометить его избранным так а вот теперь точно последний мод связанные с текстур паками называется он же габбал лист позволяет удобно перемещать текстур паке не были а вот я прямо прямо сейчас бы скачал поганые стрелочки а также перемещать себя в списке но она же реально логично я иногда забываю то что этого нет и реально вот пытаюсь вот так как передвину кстати если кто-то не знал то не перемещаются путем выбора и кликанье на стрелочку вверх или вниз скин шапал это пожалуй один из моих любимых на данный момент ведь он добавляет удобную визуальную и красивую библиотеку ваших скинов все очень просто есть два режима отображения лично мне нравится второй а уже далее кликая на кнопку создать у вас появляется новый профиль который вам останется отредактировать и тут вам нужно выбрать текущий скин по нику ссылки или путем к файлу я же использую путь к файлу для этого с зажатым левым контролом клику пока им по файлу и жмем копировать как путь далее вставляем и удаляем боковые кавычки а также и кликаем по кнопке спава после чего изменяем имя скину и все готово а вот по настойкам у этого модного один раз настроить зато потом реально очень быстро переключаться но я это к сожалению ничего особенного можно лишь выключить анимацию включения скинов он добавляет вот такую маленькую кнопочку в которой находятся rgb скинов он добавляет вот такую маленькую кнопочку в которой находятся все ваши скриншоты а использую контур плюс кое учение колеса мыши вы сможете она подобная у меня была на твою сеть мне открывать папку ну а мне запрещено это потому что я иногда скрине вот эти вот блять порно арты на хуй я один раз блять нажму случайно и все вы будете использовать этот мод совместно с модом скин шаффл то советую отключить отображение кнопки на главном экране чтобы они не наезжали друг на друга теперь у нас начинается очень короткий отдел улучшений в которые входят два мода mod chat animations просто добавляет плавное появление сообщений в чате а фабрик шот позволяет выставить другое разрешение вашим скринам а также сделать другие настойки по типу изменение названия файлов при сохранении замены обычных скриншотов при их создании автоматическое скрытие худу в при скриншоте и изменение формата файла а вот теперь я просто расскажу о модах который не вписал какие-либо разделы и начнем из мода стилд бэк что просто берет наклон камеры при получении урона который был изменен в версии 1 19 ты ведь новый наклон не ой как сильно не на меня на братах ты понимаешь откуда удары поведения к нулю интуицу не исправляет entity текстуру future и entity model future это два мода что используются для работы текстуру паков на содеуме и на это f у меня уже был полноценный обзор ведь мод позволяет делать моргающие глаза светящиеся пиксели плащи и многое другое что будут видеть на вас и какие с этим моду но по эти два мода я говорю потому что в связке благодаря ним можно использовать текстуру пак фэш анимейшн блять изобрели все-таки этот костыль а которым могли забыть весь доля у на поле время нужно было скачивать особый на и текстуру пак а также особенный мод с гитхаба для того чтобы все это дело работало а сейчас скачал два мода и текстуру пак и все работает были от нее я бы поставил бы тогда я поставил у на у на у на он это слышишь сделай добавляет очень красивую анимацию появление чанка это мне не нравится я видел у ютуберов не как это пиздец то есть четыре различных виды этой анимации отскакивающая линейная погружение просто из-за этого ломается погружение ты понимаешь что в игре в какую-то затухающая и затухающая округленная я же оставил себе затухающую отключил эффект затухания что при входе в игу смотрелся так себе и отключил анимацию возле игрока чтобы чанки не появлялись из-под ног invidium это оптимизирующий мод но включил я его в этот обзор он у меня был и просто так ведь он относительно новый опрос производительности дает очень даже существа да я могу посоветовать но у меня по моему даже сейчас ты вот вам к примеру два места разных компов для начала начнем с моего так тут наверное он должен фпс и среднем фпс у меня был от 130 до 400 но это все зависит от того куда вы смотрите а вот без моды же мы видим полноценные стучанков причем фпс у меня был от стаса айка до 250 плюс а теперь давайте посмотрим на тест менее слабого компьютера за этот тест спасибо дача у него 1670 я и спасибо моему другу он нищий с в среднем от 80 до 100 но если мы посмотрим на то какие показатели фпс выдают кубач уже без invidium то у нее было от 50 до 90 но прежде чем вы поставите данный мод знайте что первое он не работает на им дэш на карточках на поле он будет работать на карточках invidia начиная от 16 30 ну и понятное дело в более новых лусан light матика очень простой но очень полезный мод вот например вы собрались переставить схему где используется черное стекло но у вас нет черного стекла у вас есть обычные не проблема используя этот мод она не будет подсвечиваться красным и точно так же другими блоками но некоторые могут сказать ты чё не знаешь о том что в лайт матики можно заменять блоки да я знаю но это менее эффект а я не знал достаточно нажать f3 плюс о и у тебя включится мод и f3 плюс о чтобы его выключить шайта ресурсов это мод который я хотел заказать для этого видео но указалось что он уже существует кстати там всего 2500 скачиваний и так суть мода такова вот я использую призм лаунчер и при переходе на новую версию например с 1.19 на 1.20 я постоянно делаю новую сборку переношу конфиги модов но каждый раз сталкиваюсь с проблемой что что-то забываю перенести так вот шайта ресурс позволит вам создать одну единую директорию для хранения таких папок как ресурс паки дата паки меры настройки сервера я не очень понял шейды и конфиги модов light матики и плей скины карта миров и прочее что есть на скриншоте и если вы вдруг не поняли суть мода то вот вам визуализация его работы при первом запуске мода у вас появляется окно в котором вам предлагают какие файлы вы хотите сохранять и после этого вы указываете директорию в которой все это дело будет храниться то есть вы можете просто поставить этот мод в несколько различных сборок и у них будут общие папки хранения каких-либо файлов многие из вас по-любому захотят скачать мою сборку модов и ссылка на ее наконец-то будет в описании а также я сделаю на основе модом отец что позволит включать и выключать определенные группы мод них а я прям сразу группами это круто где есть переключателя сделала а также и возможность включать или же выключать определенные моды так что я буду очень сильно от вашим скачиваем ведь в планах у меня есть видео о доходе с модель то там оказывается каждый месяц у меня по 5 баксов капается пяти текстовую паку деньги для не но я надеялся все равно что-то прям ну пожестче будет если честно но все равно хорошее видео прекрасно я даже сказал но не прекраснее этой песни надо я вас слушаю сэра донатур здравствуйте делай ферму прямо сейчас